О-о-о-о-о-о-о! Здрасте, сейчас я наушники одену, секунду, sorry, я забыл. Привет, друзья, это Егоров. Как вы поняли, пару дней назад у нас был очень интересный эфир, который чуть было не забанил Инстаграм. Два часа или даже больше мы общались обо всех насущных темах, где-то скандалили, спорили, были даже у нас прения в эфире. Я выложу два или три ролика, просто хочется разделить, чтобы вам удобнее было смотреть. И сначала, как раз я хочу вамкал, хотелось поговорить с ребятами, которые этот проект выиграли в прошлом году, а именно замечательный Артем Кузьмин и Саня Коваль. И, конечно же, хотелось их как-то совместить с Германом. Ну, с Артемом мы сами поговорили, с господином Райзеном, а вот Санек впервые за долгое время в одном эфире встретился с Германом Эль Классика, и они даже пообщались. Я вам сразу хочу напомнить, друзья, что ставки лучше всего делать на Бэт Бума, это лучший букмекер по версии премии Спорта России. Очень много интересных матчей нас ждет в самое ближайшее время, так что проходите по ссылке с закрепленным комментарием, вводите промокод «Егоров» и получаете до 10 тысяч на первый депозит. Ну, а теперь смотрим первую часть. Обещаю, следующие будут еще информативнее, и там больше, там будет колкостей всяких. И ты так, волосы у тебя хорошие стали, вьющиеся. Ты добреешь. Вот сейчас слышно? Да, вот, кайф. Ты как победитель шоу «Хочу вам кал» прошлого года, великий, вот. Зачем ты так захотел залететь в «Хочу вам кал» в третий раз, и как это происходило, рассказывай. Не, ну слушай, зачем-то, я тебе честно могу сказать, если до этого я понимал, что мне это нужно для контента, для денег, там, для всего этого, здесь просто хотелось пофрексить красиво. Ну, понял? Все говорят, что ты уже все дал, «Амкау» пятое, десятое, но я понимал, что отборочные будут лертвые, потому что они не найдут интересных типов, которых нету в медиакомандах, чтобы они туда пришли, типа, и что-то принесли. Ну, «Мармелад» там старался, еще кто-то. Но ты понимаешь, было желание просто записать какие-то фановые блоги с «Акулом» там. Это было прикольное приключение в прошлом году, и я думал его повторить в этом. Я не собирался попадать в команду и не хотел там никого хуесосить, у меня не была задача там прийти, знаешь, условно и Германа там как-то задеть. Я прекрасно понимаю, почему он мой инвайт не принял, и это абсолютно нормально. Потому что сам подумай, при условии нашего конфликта как бы к нему аудитория отнеслась, даже если бы он захотел меня, типа, принять, он бы понимал, что, типа, в медийном плане это бы в плюс сыграло. Хотя сильно бы ничего не изменило, это бы не дало ни плюс 100 тысяч просмотров. Это просто поменяло бы качество контента, он бы стал интереснее. Ну, 100% в любом случае. Но ему сложно, он не может принимать решение один, там есть факторы, которые на это так или иначе влияют. А как это было, я написал Витычу, типа, там же ролик вышел у Германа, пишите Витычу тому-то, тому-то. Я Витычу пишу, Витыч, там, я посылаю свой инвайт, к вам нахочу вам кал. Он говорит, на какой вы позиции играли? Я говорю, на позиции суетолога, но еще и блистал на страйке. Он мне говорил, давай, типа, я тебе дам ответ. В итоге я ответа не дождался, и за день до отборочных я Герману уже лично написал сообщение. Годите, Витыч не ответил, что ли? Нет, до сих пор не ответил. Ну, блин, он, видимо, с Германом общался, потому что я Витычу написал, ой, точнее, Герману 3-го числа перед отборочными, думал, последний рейс, типа. Слушай, сейчас мы его спросим, погоди. Кого, Витыча? Да, почему не ответил? Бля, зови этого Витыча сюда. До конца кинул, сука. Три килочаса написал. Я бы пригласил. Витыч, давай слетай. Витыч. Витыч. Витыч это тот еще тип, это этот серый кардинал всей этой истории. Витыч, мы тебя знаем. Он делает вид, что камерамен, а сам уже квартиру в Москве покупает. Ну, ладно, пока это. Ты же, когда писал, ты понимал, что нет, да? Ну, честно скажу, просто мне нужно было именно чисто эмоционально вырваться. Это уже не про деньги. Мне уже на эти деньги насрать, бля, вот, клянусь. Я понимаю, что я мог дать, типа, качественный контент. Да, возможно, он был бы построен, на каком-то опять условно флексе, да? О, вот. Ах, ты Витыч. Где ответ, блядь? Извините, мы вам перезвоним. Какой вопрос? Почему ты не ответил ему на приглашение в шоу? Я ответил. Что ты ответил? Мы вам перезвоним. Ты не это написал, ты говоришь, в ближайшее время будет ответ. подожди, что-то со связью. Нормально, все со связью, опять. Посмотри на его глаза. Посмотри на его, блядь, глаза, ты за очками их не скроешь, у тебя очки прозрачные, виточные, не в солнцезащитных сидишь, блядь. Не отправилась, я вот сейчас вижу. они меня не взяли, Дима, но я понимаю прекрасно, я просто Герману написал, чтобы он там звание держал, потому что понятно, на плече. А что ты написал сообщение ему? то есть, ты типа сам, когда написал, типа возьмите, или ты написал, типа чувак, сори за прошлую историю, или что ты примерно накатнул? Ну, я думаю, переписки никто вскрывать не будут, но вкратце я ему объяснил, я говорю, слушай, Герман, у меня вот сейчас такая история в жизни, мне просто нужно для себя, не потому что я там что-то хочу, и ты ничему не обязан. Я говорю, просто вот тебя прошу по-человечески, если есть возможность получить инвайт, я гарантирую, что никакого там не будет неадекватного поведения с моей стороны в вашу сторону. Я говорю, типа, ну, он говорит, дружище, я собираюсь раскрывать новых зрителей, точнее, персонажей, и все. Я его как-то понял, я понимаю, что это за ответ, то есть, ну, вопросов нет. У меня не было такого, что я чувствовал, что он мне что-то должен, он вообще ничего не должен, типа, было бы очень странно, если бы он меня позвал. Я ему в конце просто написал, что, типа, давай без всяких историй, не надо на меня зла держать. Мне уже эта история кажется смешной и комичной, понятное дело, что там все произошло. Это все не очень серьезно. То есть, у меня Герману, ну, уже это обсуждали, я помню с тобой на этот счет, потому что у меня Герману негатив не формируется такой, чтобы, ну, как-то воспринимать как врага. Он какой-то добрый, да, типа, я не знаю, как это объяснить, но, короче, он нейтральный, у него нету вот этой вот позиции, там, какого-то негодяя, бля. И он все, что делает, в принципе, не доебешься. амкал, вот сейчас он амкал сделал гениальным. Я это недавно в реакции сказал. Он, типа, стал реально узурпатором собственного проекта, понял? Он теперь единый и суперконтролируемый. Это не то, когда там были кефиры, пандосы и прочее. Ему любой, кто сейчас скажет, что он не хочет играть, он ему скажет, бля, дружище, он грамотно сделал. Он реально, я не знаю, это он или, может быть, вокруг вот люди помогли какие-то теоретически, но теперь команда очень четкий работающий механизм, который в натуре полностью ему принадлежит. Только Стас недоволен, пишет, не меняя обувь. Да не, я ему написал типа слова, чтобы негатива не было уже после того, как он мне сказал, что инвайта не будет. И это от чистого сердца. Ну, я понял одну вещь, то, что в этом комьюнити все, что было мной прожито, я абсолютно каждого человека в своей жизни, которым я там взаимодействовал, у меня со всеми разные отношения. Что Тудрот, что Ничай, что Амкау, все, с кем я что-то снимал. Стас меня поначалу вообще принял с Форзиаром. Я абсолютно всем благодарен. И не могу я там негатив испытывать людям, которые мне что-то давали какой-то жесткий. Тем более, они мне такого дэмэджа не нанесли. Понятно, где вот, типа репутационно меня хейтили месяца два. Ну, ты понимаешь, насколько мне похуй. Страйки. Ну, страйки это не он же кидал. Не, ну, я говорю просто люди, типа, да, конечно. Да, гондоны были. Ну, вот эти черки, блядь. Ну, ты, короче, смотри, ты, я так понимаю, что в принципе по жизни ты особо ни о чем не жалеешь. Я вот о тех событиях в мае, наверное, уже тоже не жалеешь, потому что, ну, разве что из-за того, что в Иркутске поехал. Ну, вот из Иркутска. Или есть в голове такое, типа, я чуть-чуть переиграл какой-то момент? Ну, то, что, типа, можно было сгладить углы, это факт. Но ты сам прекрасно понимаешь, это была бы уже вообще, типа, не моя история. Те, ну, та ситуация, которая образовалась, это как бы упущение с двух сторон, и там по-другому не могло произойти. Это было довольно читаемо. Поэтому я не жалею точно. Что дальше у тебя? Да у меня жизнь, мне надо здоровье восстановить. Так я тебе говорю, я сейчас стал футболистом. Я бы выебал эти отборочные даже по футбольному. Сейчас специально зависло. Повторяю еще раз, навись ты там, я бы выебал эти отборочные даже по футбольному. Я теперь реально стал типа физической форме, ну, другой, потому что я хожу на растяжке, это дает мне возможность чувствовать себя лучше. Это не камень, который бежит никуда. Мне эта история нужна была чисто по флексии. Ни больше, ни меньше. Деньги свои заработал и заработаю в будущем. И влоги людям отснять. Они были охуенные, понимаешь? Они были реально классные. Не снимут они такие вот это. Эх, да. Ну, ладно. Хорошей дороги тебе. Витыч сказал, как всегда, много слов. Витыч, я вижу твои глаза сквозь эти очки. Они не врут. Все, относитесь друг к другу хорошо. Все. Все. Все, всем пока выяснили, да? Лав. Лав. Это был великолепный райзен. Едем дальше. Не забывайте своим друзьям говорить, чтобы они подписывались на мой замечательный аккаунт новый. Ну вот. Райзен уже был очень приятный. Так, а где Герман? У меня нету Германа здесь. Вот он. Я его приглашаю. Человека, который создал очередной инфоповод. Крутой. Ну-ка. О! О! Ну, неужели? Здорово, здорово, здорово. Как здоровье? Ну, более-менее, более-менее. Ну, по голосу можешь слышать немножко, какими-то заложенными. Ну, чуть-чуть, да. Ну, дня черта. Ну, у тебя температуры вообще ничего не было такого. Да, не, было-было в начале, сейчас, но... Ну, вообще классно. Как тебе райзен? Изменился? Я только на концовку, на концовку. А, ты на самом, на сердечки пришел уже? Да, 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 да. Ну, понятно. На добрых пожеланиях, на респектах. А у тебя хоть на секунду были сомнения взять его или нет? Ну, хоть на секунду. Да нет в целом. Я думаю, что очевидно. Ты боялся, что... Опасался, что он может что-нибудь выкинуть, да? Не, почему не опасался, просто действительно хотелось, знаешь, как не так сильно биться за контент, как сильно найти персонажа. Ну, то есть, типа, не хотелось угол обзора смещать зрителя, а посмотреть на действительно новых ребят, которых еще не было в нашей структуре. То есть, там из серии все было, что если бы, условно, приходил райзен, то очень много на него было бы внимания, да, обращено... Ну, да, в связи со всеми историями, конечно. Ну, понятно. Ну, то есть, типа, людям было бы интереснее не проект тогда, ой, а как мы, а есть ли у нас конфликт, а нет ли, а что, а если они сказали нет, значит, у вас все равно им бы это было интересно. Сейчас надо отвисать. Вот, ну, не хотелось, типа, и не хотелось самому играть по вот этой истории, что, типа, пришел на проект, значит, ну, короче, типа, не этим кликбейтить хотелось. Ты в итоге вообще доволен этим проектом, и было ли у тебя в голове? Ну, вот смотри, в итоге получилось так, что взял ты, вот, как действительно, как говорил Мармелад, и взял не только ты, а взяла команда. мы здесь не будем говорить про болельщиков, потому что болельщики, правильно, ну, не они набирали команду, а ты. Ну, они не могут повлиять конкретно в «Хочу вам кал», потому что, например, этот проект, ну, грубо говоря, до момента трансляции, типа, отснято очень много дней, и уже кикнуто много людей, еще до того, как зрители вообще увидели первую серию. То есть, они физически не могут повлиять на какие-то голоса, потому что, ну, то есть, мы три дня подряд пуляли контент, а люди уже, уже какие-то люди ушли, каких-то отправили домой, какие-то раскрылись по-другому, и так далее, поэтому тут невозможно. Это надо как на танцах, типа, знаешь, на ТНТ с голосованием делать, мы еще не дошли пока до этого. У меня вот главный вопрос по победителям, и Фил, и Млечный, они сами именно присылали заявки? Или в разговоре с тобой ты сам говорил, типа, чуваки, давайте вот заходите, попробуйте себя в «Хочу вам кал». Потому что, вроде как, у Фила своя команда, у Млечного ничего обычного, и они уже довольно известные чуваки, довольно странно, что они оба подали бы именно прям заявки. Тем более, Фил, помнишь, там в финале, он такой еще со смехом говорит, типа, это лучшее, главное достижение в моей жизни, типа, с иронией говорит. Ну, Ванька точно сам писал, да и Фил сам писал. Просто, ну, типа, Фил в диалоге вышел из этого, что я что-то запостил, какой-то, какой-то сториз на тему того, что, типа, ты еще не подал заявку, а ну, тогда я тебе позвоню, типа, и Фил написал, типа, ты не звонил, я говорю, вот, хочешь, приходи, и он такой, да, супер, давай, если, ну, и типа, что там вообще будет, расскажи, типа, потому что прошлое видел, а, что сейчас будет, типа, вот, ну, и все, и в диалоге пообщались, он такой, ну, давай, вписывай меня, я приду, я такой, окей. И выбор именно Фила и Млечного, он связан с тем, что это два чувака, которые именно профессионалы уже, что они могут давать профессиональный контент, что Фил может... Слушай, ну, я думаю, я думаю, что это, ну, типа, знаешь, нет же такого, что они показывают танец, и мы такие, мы выбрали его, то есть Ваня выбрал, выиграл по нашим характеристикам, и, в принципе, еще у пары человек по этим характеристикам вполне могли, ну, то есть даже там по очкам видно, что вполне могли бы сойтись, вот, я сегодня видос выпустил, где примерно рассуждал, как можно было бы действовать тем, кому не удалось занять первое место, но кто был прямо рядом с этим, вот, ну и все. Сейчас я попробую подключить победителя прошлогоднего турнира, вот он. Привет, всем привет. Здорово. Привет, Санек. Ты, кстати, вот, когда увидел Млечного и Фила, когда они победили, ты подумал о том, что вот они точно не сменят команду, что вот им точно, что это точно не формат Тудроц или еще кого-то? Не, наоборот, мне очень зашло, потому что, ну, во-первых, ребята крутые, смотрятся на камере, Фил Воронин вообще топ просто, смешной, позитивный, ну, реально, мне понравилось, потому что, на самом-то деле, и из участников, ну, мне никто не понравился изначально, вот, если сравнивать даже с прошлым годом, и сейчас, мне никто не понравился, вот, я не могу сказать, что кого-то я бы видел в Амкале, и, типа, не знаю, мне бы зашло. Ну, то есть, эмоционально ты как раз закатировал именно Фила и Млечного, или Фила там уставнул? В основном, наверное, Фила, да, вот Фил прям топ, и плюс, интересный очень челлендж он придумал в конце финальный, мне понравилось, очень зашло. Вот эти вот там, где фигурки разные, там, надо было с них бить, ну, в общем, прикольно. А почему, на твой взгляд, именно они именно Амкалу подходят? Вот мне кажется, что они вот вообще оба не формат в Тудроц, не? Ну, они же и не в Тудроц, они в Амкале, правильно? Ну, обычно просто из этого шел Райзен, да нет, да почему же только Саня такая история, ну, то есть, кого ты, почему обычно? Нет, ну, а Саня Бортник тоже. Ну, Саня Бортник, он же немножко не по такой схеме пошел, ну, то есть, тут была история с тем, что, да, я Саню не забирал в новую команду, и он для, ну, как тебе сказать, для своей же выгоды, для, и ему интересно было поиграть на МКС, и плюс он хотел, чтобы это стало, типа, бомбой, и поэтому, ну, то есть, это не такая история, типа, переход с Саней, он немножко другой. Ну, да, сто процентов разная история, типа, я, получается, один такой, там рассказывают, что Бортник, дети. Все, все, да, все. Да. Чем лучше, на твой взгляд, было в прошлом году? Блин, мне понравилось то, что вот, знаешь, вот, Воронин, он пришел, он уже как готовый, готовая звезда, он уже, ну, самостоятельный такой персонаж, вот, и он выиграл, но это как будто бы читалось, знаешь, вот я как будто бы их увидел, и понял, что да, вот он может выиграть, и, наверное, так и будет. А в прошлом году было максимально, типа, непонятно, до последнего, там, до последней секунды, ну, типа, я стоял вот с Толиком Гасильным, и я думал, что, ну, все, я проиграл, потому что я там из Украины, будет тяжело перебираться в Россию, ну, типа, знаешь, вот, была интрига до последней секунды, а в этом году как-то все, ну, просто пацаны какие-то, вот, не знаю, плохо себя показали на самом-то деле, все вот, я не могу выделить кого-то из отбора, там, кроме Воронина. Гер, а в этом году, в этом году, вот, условно, если бы прошлогодний Коваль принимал участие вот в этом отборе, как думаешь, ты бы за него голосовал? Слушай, не знаю, не знаю, ну, типа, тяжело как сравнивать. Да почему ты, в конкретный промежуток времени он сильнее был, чем, ну, то есть там объективно было два самых сильных, это Саша и Толя Гасилин, и, ну, я, ну, типа, отмотай меня назад, ну, я на тот момент так же бы прогрессовал, ну, это очевидно. До этого, ну, после «Хочу вам кал», Санечек рассказывал, что ты больше тусил в столе Гасилиным, а при этом взял Коваля. Слушай, ну, я же еще на том, ну, на финале сказал о том, что я тоже очень хотел бы выделить Толяна, и я, ну, пообещал ему прямо вот в финале, я сказал, что мы с тобой поработаем, вот, я придумал проект, там, у нас под второй канал, мы с Толяну что-то попытались подкрутить, какие-то соцсети. В принципе, и сейчас такая же история, то есть дело не ограничивается тем, что все, победители, идите сюда, ну, типа, с победителями мы и так на коннекте, команда, все дела. Но есть там те же ребята из финала, с которыми мы тоже на связи, и вполне вероятно, и в этот раз мы с кем-нибудь из ребят, кто не вомкали, но мы что-нибудь придумаем, что-нибудь зафигачим. Просто я за творчество в этом плане, то есть если есть ребята, которые хотят заниматься творчеством, то это круто, я готов вместе делать, особенно с теми, кто горит этим, кто желает. А что, кстати, у меня вопрос по поводу Толи. Я, правда, не понял, я сильно не смотрел там игру, он плохо себя проявил в матче. Почему он финал? Потому что по матчу, да, но по матчу не вошел он в топ, ни по скиллам, ни, к сожалению, по какой-то подаче на камеру. То есть у него, мы разговаривали, этот видос завтра выйдет. У Вася Маврина, туда приходил Толя Гасилин, мы с ним общались, за тему того, что я говорю, Толян, а почему ты, ну, типа, как будто бы не заряженный, как будто бы ты пришел, и такой, ну, меня по дефолту должны взять в финал, это типа, я должен выиграть просто. Ну вот, и он говорит, я типа в том году был активный, а сейчас решил быть собой. Вот, и все, и вот, наверное, этого и, ну, зритель привык видеть, и не только зритель, еще и, ну, типа, мы тоже все, кто смотрели на него, мы привыкли, что он такой, весь на шарнирах, туда-сюда, хватается за пятое, десятое, все время на камеру, все время на опережение играет, внимание, вот, а здесь он как будто бы затерялся среди вот новых чуваков. Ну, перегорел, да, возможно. А меня вот в позиции Санька интересует, почему ты не стал искать какого-нибудь, типа, вот красавчика, тиктокера красавчика, вот как Санька. а про коп, а про коп разве нет? А, ну, вот это заведа получается, вот это прокировка. Тут сразу ответ ясен. Ну, понятно. О, почему? Танек, а ты саму Герману ничего не хочешь спросить? По, по этому шопу, почему? Пошел, по моему, по прошлому. Да, или нет, или просто шопи. Я просто, знаешь, я устал от этих всех камер и устал вообще разговаривать, выяснять отношения на камеру, на публику. Я хотел бы встретиться с Герой лично, пообщаться, но мне, мне просто очень хочется. На камеру нет желания, честно. Ничего говорить, ну, ничего обсуждать, чтобы люди там слушали. Да, чтобы это осталось между нами. Как-то так. И я, который закрыт на две недели, на ближайшие. так, так. Да. Ну, кстати, я вот за все это время, а, нет, вот сейчас начали, начался небольшой хик. Как у тебя вообще дела, Санек, сейчас? Ты начал писать рэп уже? Рэп? Ну, блин, я сам типа пишу, просто треки по кайфу, знаешь, ну, как треки, тексты какие-то пишу, но как-то, вот не переходит у меня дело в студию, чтобы пойти что-то там попробовать, знаешь, вот пока так, дома включаю там бесплатные биты и что-то пытаюсь сделать, вот, такое. Но это на смешном уровне пока что. А как у меня дела? Да, в общем, более-менее сейчас нормально, потому что я там очень сильно, у меня были всякие там проблемы, переживания и так далее. Сейчас более-менее я сходил к психологу, вот в Украине ходил к психологу, ну, вроде, решил, вот, для себя решил, что мне нужно, какие проблемы, искоренить, от чего избавиться и вроде более-менее нормализуется все и хейта меньше на самом-то деле. Ну, это главное. Ладно, Санёк, отключайся, а мы в следующего кого-нибудь сейчас найдем. Всем пока.